Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на очередной урок по подготовке к ЕГЭ по английскому языку. Мы с вами продолжаем делать задание 19.25 из раздела по лексике и грамматике, но я вам обещаю, что в скором будущем будут уроки и по другим разделам, и письмо, и говорение, и другие части чтения посмотрим обязательно. Так что оставайтесь вместе со мной, вместе с моим каналом, обязательно будут и новые уроки. Если вы хотите какие-то дополнительные материалы, дополнительные онлайн-консультации, или, возможно, вы хотите заниматься дополнительно по английскому языку вместе со мной, без проблем, пишите мне на почту y20076sobaka.yandex.ru или оставьте просто свое сообщение с запросом в комментариях под любым из моих видеоуроков. Кстати, вы можете скачать любой мой курс буквально одним архивом на сайте, который находится на ваших экранах внизу экрана, окей? Ну, а мы с вами перейдем к тексту на сегодня. Текст называется Cristiano Ronaldo, the world's best football player. Cristiano Ronaldo – лучший футболист мира. Поехали. Portuguese footballer Cristiano Ronaldo is a special man. Португальский футболист Cristiano Ronaldo – особенный человек. What makes Ronaldo special is that he is a football great who dominates the soccer world today. Что делает Ronaldo особенным? Так это то, что он великий футболист, который доминировать в футболе в наше время. Ну, здесь на самом деле глагол доминировать, dominate можно поставить в два времени. Мне нравится, честно говоря, один вариант куда больше. Смотрите, он доминирует в наше время в футболе. Я так думаю, что он доминирует определенное количество времени и не будет доминировать вечно. Правда же? Я думаю, что вы со мной согласитесь. И чтобы это показать, мы с вами поставим этот глагол в present continuous. Who is dominating the soccer world today? Однако я заглянул, на всякий случай проверил и в ключах действительно дам второй вариант. Present simple. Who dominates the soccer world today? Но мне этот вариант категорически не нравится, потому что мы должны показать кратковременность, ну то, что кратковременность, но некоторый период, который не будет продолжаться вечно. И с этой целью я как раз таки здесь и предлагаю ставить present continuous. Who is dominating the soccer world today? Only last Sunday Ronaldo became the one Premier League player to be named the FIFA World Player of the Year. Лишь в прошлое воскресенье Роналду стал... One это один, а нам с вами, наверное, здесь надо поставить порядковое числительное. То есть он стал первым футболистом премьер-лиги. Как вы видите, текст весьма и весьма устаревший, но нас это не должно с вами заботить. Нам главное с вами разобраться в различных грамматических формах, правда? So, the first... Первый это будет first. The first Premier League player to be named. Он стал первым игроком премьер-лиги, который был достоин чести быть игроком года по версии FIFA. 21. Роналду hand a golden trophy and he expressed his joy speaking to the audience. Роналду hand это вручать, передавать, вручать за золотой трофей, и он выразил свою радость, поговорив с аудиторией. Роналду передали, ему дали этот трофей, правильно? Значит, как бы Роналду был вручен этот трофей. Я пытаюсь новикнуть на то, что здесь нужен passive voice, страдательный залог. По-русски звучит категорически нездорово, однако по-английски это нормальное явление. Поэтому мы с вами скажем Роналду, правильно. Passive voice мы образуем при помощи глагола to be в нужной форме, в данном случае прошедшей, ибо здесь речь идет о прошедшем времени, очевидно. И треть форма глагола. Роналду was handed a golden trophy and he expressed his joy speaking to the audience. This is a special moment in my life. I know think about winning this award, said Роналду. Это особый момент в моей жизни. Я даже не думать о завоевании этой награды, сказал Роналду. Я даже не думал. О, скобочках слова even, оно нам должно помочь. Оно нам должно помочь, но здесь в какой-то мере синоним, к слову, мне кажется, никогда. Я даже никогда не думал. Слово никогда, оно как-то интуитивно напрашивается. По крайней мере у меня, не знаю, как у вас. А вот никогда, это не что иное, как present perfect, правильно, я никогда не думал. Тем более, что мы можем задать, нет, не задать вопрос, а точнее посмотреть, есть ли указание на время. Никакого указания на время здесь нет. А это очередной признак present perfect. Вот и поставим. Презентавка это have-has плюс третья форма глагола. Кстати, кстати, если вдруг вы не помните, как образуется алиная форма, не помните какое-то время, когда используется, вы всегда можете набрать в YouTube в адресной строке, в поисковике, тему, название темы и дальше MaxHeart. И, соответственно, вам появится сразу же мой урок по этой теме. Мне кажется, что я сделал, ну, наверное, пожалуй, все грамматические темы по английскому языку есть на моем канале. Если это не так, напишите в комментариях, я обязательно сделаю урок по недостающей теме, которая вас интересует. Ну, а здесь у нас с вами present perfect. Мы уже сказали. I haven't thought about winning this award to Ronaldo. However, it seems that football players can demonstrate much more experience with controlling a game on the pitch than a powerful car on the road. Однако, seem отказаться. Однако, кажется, что футболисты могут демонстрировать гораздо больше сноровки опыта в отношении контроля игры на футбольном поле, чем в отношении контроля мощной машины на дороге. Ну, seem отказаться здесь в настоящее время. Просто добавим к глаголу seem букву s, потому что, ну, it — это третье лицо, единственное число, правильно? Ну, в present simple. Так надо добавлять букву s глагол в этом случае. However, it seems. Ну, и просто запомните такое выражение, как «it seems», кажется. Идем дальше. Ten days ago Ronaldo ruined his Ferrari in a tunnel near Manchester airport while he had a race with Wander Saar. Десять дней назад Роналду уничтожил свое Ferrari в туннеле возле Манчестерского аэропорта, в то время как он, have — иметь, имел дословно, гонку с Wander Saar. Это такой вратарь, для тех, кто не в курсе. Был в то время, когда Ronaldo играл в Манчестере. Ну, то есть он участвовал в гонках со своим одноклубником, Wander Saar. Тут есть два действия, оба прошедших. В первом случае он разбил машину, а в втором случае он ехал. Выбираем более продолжительное действие. Разбил машину, разовое действие, ехал долго, правильно? В этом случае нужно поставить past, continuous, то есть was, were, плюс глагол с инговым окончанием. While he was having a race with Wander Saar. Ну и последнее. According to the Guardian, Ronaldo owned his Ferrari for just two days before the accident. Согласно Guardian, издание такое есть, Ronaldo owned, это владеть, в данном контексте можно перевести как иметь, свою Ferrari всего лишь два дня до этого несчастного случая. Давайте с вами вспомним предыдущее предложение. Там, где он изничтожил свою Ferrari в туннеле. А теперь перейдем к следующему предложению, к последнему. Там, где он приобрел Ferrari за два дня до этого. То есть у нас как бы с вами есть два действия. Одно до другого. И в этом случае мы с вами вынуждены поставить past perfect. У нас одно действие раньше, чем другое. Он как бы завладел своей Ferrari за два дня до этого. Past perfect. Опять же, если вдруг не помните, посмотрите на моем канале урок по past perfect. Это had плюс третья форма глагола. Типичный случай. According to the Guardian, Ronaldo had owned his Ferrari for just two days before the accident. На этом все, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще этого не сделали. Ставить лайк, если урок вам показался полезным. Ну и до скорых встреч. Bye-bye. And I hope to see you very soon, guys.